МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казалось бы, при пропаганде здорового образа жизни подавляющее большинство людей не хочет питаться правильно. Почему? Это менталитет, привычки, возможно, какие-то вкусовые добавки, которые входят в продукты? Я думаю, что это, наверное, совокупность многих факторов. И я бы еще один фактор отметила. Это очень низкая физическая активность. Есть мы стали много, едим мы жирно, едим мы сладко, а двигаемся мы все меньше и меньше. У всех машина, у всех пульт от телевизора. И расхода, по сути дела, энергии очень минимальна. А как вы считаете, правда, что в пользу выбора зеленого салата, фитнес-центров, это все-таки делают в крупных городах? В деревнях по старинке питаются калорийно, никто не задумывается о никаком обмене веществ. Наверное, это действительно так. По-прежнему тот же борщ и картошка, допустим, особенно в наших кубанских станицах. Но ведь сельские жители двигаются больше, чем мы с вами. У них расход, у них значительная физическая активность. Но все мы знаем, да, топ каких-то продуктов, которые употреблять не нужно. Это, например, сахар, хлебобулочные изделия, сладости, в том числе и картошка. Вот если говорить о сахаре, можно ли его, он ведь как наркотик, ведь можно его заменить чем-то другим? Сахар вообще не является необходимым для жизнедеятельности человека. Действительно, сахар несет так называемые пустые калории. И едимый сахар на самом деле намного больше, чем нужно было, так скажем, обычному человеку. Чем его заменить? То есть если есть потребность в сладком, я бы предложила, допустим, сладкие фрукты, сухофрукты. Но в конце концов какие-то конфеты, типа, например, пастилы, мармелада. То есть там, где не только сахар, но там, где есть пищевые волокна, они тормозят всасывание сахара. Но ведь зачастую сахар входит во многие продукты, да? И соусы, и кетчупы. Как тогда быть? А тут я думаю, что все мы должны в первую очередь образовываться. Все должны уметь читать этикетку на продуктах, потому что это очень важно. Ты посмотрел, и ты понимаешь, сколько, допустим, в том же кетчупе сахара. И очень ли нужен тебе этот кетчуп, ты можешь приготовить сам дома томатный соус. Но согласны, что если бы мы не знали белого сахара, не знали бы такого заболевания, как диабет? Нет, не согласна. Вот нет такой прямой взаимосвязи между... Это неравнозначные понятия сахара, белый сахар и сахарный диабет. Избыточное употребление белого сахара и продуктов его содержащих приводит к избыточной массе тела, к ожирению. А вот уже ожирение, собственно говоря, дальше очень часто предрасполагает к развитию сахарного диабета. Да и не только сахарного диабета, а целого ряда других заболеваний. Например? Например, это заболевание сердца. Детейный бич современного человечества и ожирение, и заболевание сердца стоят рядом очень и очень близко. То есть когда мы пытаемся бороться с лишней массой тела, с избыточной массой тела, мы таким образом профилактируем и заболевание сердца в том числе. Вот теперь от сахара к соли. Вы против ее употребления? Нет, упаси бог называется. Соль это необходимый микроэлемент в нашем рационе. Просто норма соли, кстати, очень многие не знают. Норма соли вообще это 5-6 грамм соли в день. Это не полная чайная ложечка. Но дело в том, что мы очень много едим так называемый как добавленный сахар, так и добавленная соль. Соленая колбаса, соленые сосиски, соленые огурцы, соленая рыба и так далее. То есть это все содержит очень много лишней соли. Мы действительно много едим дополнительной соли. Если говорить о хлебе, тоже как о топе такого продукта, который все-таки, если ты следишь за массой тела, употреблять не нужно. Часто мы делаем выбор в пользу цельнозернового. И говорим о том, и считаем, что это полезно. Вы придерживаетесь вот такой позиции? Или все-таки дома купить хлебопечь и, в общем-то, заниматься? Или вообще хлебу сказать до свидания? Нет, почему? Если вы любите хлеб, и у вас нет каких-то значимых, злых проблем с лишней массой тела, пожалуйста, хлеб должен быть на вашем столе. Лучше, безусловно, чтобы это был хлеб не из белой очищенной муки, чтобы это был хлеб цельнозерновой. Ну, а выбор ваш. Вы можете дома завести хлебопечку и печь сами этот хлеб. Вы можете найти своего пекаря, свою пекарню и, собственно говоря, покупать хлеб в проверенных местах. Но вот вы сказали о норме соли. А сколько хлеба в таком случае для работающей женщины? Я считаю, что больше 150-200 граммов в день совершенно нет необходимости. Это три кусочка. Ну, вот если говорить о теме ожирения, многие видят проблему в том, что не хватает в нашем рационе клетчатки. И зачастую мы делаем выбор в пользу не совсем полезного для фигуры. Это картофель, да, картошка в нашем рационе постоянно. А должна ведь, наверное, быть капуста. Но как изменить эти привычки? Да, клетчатка, вот я с вами совершенно согласна, потому что норму клетчатки, к сожалению, вообще считается 25-30 грамм клетчатки. Должно быть ежедневно в нашем рационе. И большая часть современного человечества не добирает, не дополучает клетчатки. Почему? Да, потому что мы едим рафинированные продукты. Да, у нас белый шлифованный рис, у нас хлеб из белой муки. А по большому счету в рационе должны преобладать именно продукты не столь глубоко обработанные. Если говорить о лидерах по содержанию клетчатки, например, если это фрукты, вот сейчас сезон, скоро начнется малина. Малина, например, из ягод, малина и черная смородина, они одни из чемпионов по содержанию клетчатки. А капуста не обязательно белокочанная капуста, может быть капуста брокколи, да, это может быть листовая зелень, это может быть цельнозерновой хлеб. То есть много продуктов, которые содержат в себе достаточное количество клетчатки. Ну, мы сейчас говорим как-то в общего, давайте все-таки о мужчинах и женщинах, ведь мы диаметрально разные, да, мы отличаемся по целосложению, болезням, не дай бог. Вот скажите, должен ли отличаться наш рацион? Да, мы безусловно разные, и калорийность рациона мужского и калорийность рациона женского, она совершенно разная. Женщинам нужно, ну, порядка 300-400 калорий с минусовать от мужского рациона. Почему? Ну, потому что, во-первых, женщины менее мышечные, менее мускулистые, они все-таки обычно меньше занимаются физической нагрузкой. Женские гормоны устроены так, что мы работаем на запасание жира, и поэтому нам еды, по определению, нужно меньше, чем мужчинам. Ну, вот смотрите, по официальной статистике 24% женщин слишком полные, а вот мужчин толстяков всего 16%. Почему такая несправедливость? Вот именно связано с гормональным фоном, разный гормональный фон женский и мужской, и с разной мышечной массой. У мужчин больше мышечная масса, естественно, жировые накопления сгорают быстрее, уходят быстрее. А у женщин мало мышечной массы, мало активной клеточной массы, так говорят врачи, и поэтому жировая масса уходит намного медленнее. Есть у меня еще данные такие, перейдем к детям, да, есть такие данные, что детей стало с ожирением, с таким диагнозом намного больше. Почти 20% детей страдают в России ожирением. Почему? Мы неправильно кормим своих детей? Мы неправильно кормим своих детей, это одна сторона проблемы. Знаете, очень многие семьи, где деток с раннего возраста съешь за маму, съешь за папу, пока не очистишь тарелку, не выдержишь за стола и так далее, и так далее. То есть детки приучаются заведомо больше есть, это одно. Потом детки стали есть более калорийно, да, если раньше пирожное на столе было по большим праздникам, или колбаска была по праздникам, то теперь пирожные и конфеты в каждом доме в свободном доступе. Ну и вторая составляющая, то что наши дети стали намного меньше двигаться. Выйдите во дворы, дворы пустые, детки где сидят? Они сидят за компьютером, они сидят перед телевизором. И расходы эту, съел конфету, съел пирожное и сел перед телевизором. Расход энергии минимальный. Вы уже второй раз говорите о спорте. Все-таки считаете, что спорт поможет, да? Сколько нужно истратить времени, например, ходить пешком для того, чтобы сжечь калории, допустим, за съеденное вечером пирожное. Ведь у нас зачастую наедаются вечером, а на следующий день идут в спортзал, сжигают калории. Ну я бы не говорила про спорт как таковой, да, вот в высоком понятии этого слова, я бы говорила про регулярную физическую активность. Потому что хотя бы 30-40 минут в день ежедневно ходьбы в быстром темпе, они вполне, так скажем, удовлетворяют обычного человека. Ну а в плане, допустим, съеденного одного пирожного, одно пирожное, ну это порядка 300-350-400 килокалорий. Ну, пирожное, пирожное, морознь. Ну, по большому счету, это как минимум полчаса либо активной ходьбы, либо полчаса, допустим, плавания в бассейне. Либо если мы берем женщин, да, вот ты съел пирожное, ну час генеральной уборки, не меньше. Это за одно пирожное? За одно пирожное. 300-400 килокалорий, чтобы ушли, это нужна такая активная физическая работа. То есть мне, в принципе, надо генералить, получается, целую неделю. Ну, возможно, так. Нам всем, наверное, надо. Ну, и вот мы говорим с вами о калориях. Неужели нужно подсчитывать каждую калорию, скрупулезно записывать в блокнот? И какая должна быть норма у худеющей женщины? Знаете, что такое калория? Кто-нибудь видел ее в глаза? Калория – это вообще единица, тепловая единица, да? И по большому счету, с моей точки зрения, это нецелесообразно. Это очень угнетает, это действует на нервы. Важнее, когда человек, ну, неважно, женщина или мужчина, просто задумались о том, как они едят и что они едят. И немножечко структурировали свое питание. И хотя бы, если ты хотя бы на треть уменьшишь содержимое своей тарелки, это потихонечку, в долгосрочной перспективе, даст тебе значительное снижение массы тела. Это будет очень постепенно, но верно. Но вы согласитесь же со мной, что есть правильные калории, да? Например, 100 калорий нежирной рыбы и 100 грамм белого сахара, да, съеденого, по-разному усваиваются. Ну, начнем с того, что 100 грамм сахара, да, это так называемые действительно пустые калории. Кроме энергетической ценности, они ничего на себе не несут. То есть никакой пользы для организма боли они не несут. А 100 грамм рыбы, да, это белок, это микроэлементы. То есть это совершенно другая польза для организма. Мы же едим не только для того, чтобы просто вот, ну, получить калории, да, мы же должны получить еще плюс к этому и белок, и полноценные жиры, и витамины, и микроэлементы. Поэтому это совершенно две разные, вот две разные позиции. Но многие диетологи говорят о том, что, например, да, возьмите килограмм перьев и килограмм свинца, поднимитесь на 10 этаж и выбросьте оба этих килограмма вниз. И килограмм свинца точно кого-то убьет, а пуховый приземлится незаметно. То же самое и с калориями? В общем и целом, да, безусловно. То есть есть действительно продукты, которые имеют калорийность, но они плюс к этому имеют массу полезных свойств, основная масса продуктов такова. А ездят на пустые калории, добавленные калории, которые не имеют биологическую ценность, никакую не несут. Естественно, они приносит больше вреда, чем пользы. Ну вот ваше предпочтение, скажем так, к диетам. Какую вы выбираете, все-таки, когда встречаетесь с пациентами, которую вы считаете более приемлемым для нас, для кубанцев? Знаете, я считаю, что вообще диета, я врач-диетолог, я не люблю слово диета. Мне кажется, это образ жизни. И образ жизни у нас у каждого свой. То есть вообще диета, даже если говорить о слове диета, она должна быть персонифицированной, она должна быть индивидуальной. Разные скорости основного обмена, разные пищевые привычки, разная двигательная активность, разные ритмы жизни. Поэтому одной единой унифицированной диеты быть, ну, по определению, не может просто-напросто. Как вы считаете, какие продукты, ну, какие-то 3-5, да, которые могут, если их употреблять ежедневно, ускорят обмен веществ, ну, и помогут, естественно, хорошо себя чувствовать и при этом, может быть, худеть? Ну, я бы говорила, наверное, о листовой зелени, о свежих овощах. Я бы говорила о нежирных белковых продуктах, о яйцах, о нежирном твороге, о нежирном мясе либо курице, о рыбе. Кстати, вот жирная рыба даже полезнее, нежели нежирная в нашем рационе. Ну, может быть, иногда это орехи, это могут быть специи какие-то. То есть, ну, продукты самые разнообразные. Но если говорить, например, имбирь, да, это всё-таки панацея для худеющих? И как его кушать? Ну, не сырым же? Это не панацея для худеющих. Имбирь – это пряность. И можно для разнообразия рациона почему бы не добавлять. Можно делать имбирный чай, например, можно, например, добавить какие-то салаты. Но к имбирю нужно относиться очень осторожно, потому что, к сожалению, часто люди с избыточной массой тела имеют патологию со стороны желудочно-кишечного тракта. И им к имбирю нужно относиться крайне осторожно. А фенхель как есть? Фенхель можно в сыром виде есть, салаты добавлять, можно запекать. То есть фенхель – полезный продукт, здесь на клетчатке много, много фитонцидов. Для здоровья полезный продукт. А вот ваше отношение, коротко, к средствам, которые сейчас в открытом доступе есть везде для похудения? Это чаи, таблетки? Я скорее отрицательно отношусь, нежели положительно. Потому что, мне кажется, пока человек не пересмотрит свой рацион, свой образ жизни как таковой, наверное, пользы особой не будет. Нельзя уповать на таблетку, надо скорее думать о пересмотре своего образа жизни. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам. О правильном питании и о том, что нужно знать, если вы сели на диету, об этом мы говорили с главным нештатным диетологом Краснодарского края Лейлой Кадыровой. Увидимся на телеканале Кубань24. Всего вам доброго.